Добрый день, друзья! Привет всем из Витязева, Бест-сити Черноморского побережья. Вот так скажу, сегодня 18.06.2018 год. Я уже в следующем году живу. Волнуюсь, волнуюсь. Я потому что хочу сегодня всех от души пригласить подписчиков, которые находятся в городе-корроте Анапа. И там поблизости нас... Буду рассчитывать где-то в районе 100 человек. То есть шампанского закуплю, фрукты закуплю. В общем, будет небольшой фуршетик. И покажу, как туда добраться. Мы сейчас находимся на входе в параллели и она будет происходить на третьем этаже парохода. В общем, друзья, надеюсь, вы придете. Честно стесняюсь впервые, потому что, не знаю, как-то... Ну, в общем, от души приглашаю. Там смотрите сами. 65 человек подтвердили свой приход, и все они предыдущие не одни. В общем, я думаю, будет довольно-таки интересно и весело. Где мы находимся? На входе в параллели. С левой стороны у нас пак аттракционов. Не помню, как он там называется. Не суть. То есть он чертово колесо. Здесь в параллели упирается улица Черноморская. Вот так вот, куда машины ездят, пошел Южный проспект. Будьте аккуратны. По Черноморскому можно ехать только сейчас в сторону параллели. А туда можно ехать только направо. Сюда же пока еще двухстороннее движение. Ну что, пойдемте прогуляемся. Заодно посмотрим, как живет параллели. Посмотрим, что там интересного в пароходе. Заценим, так сказать, движение ребят. Может быть, у них что-то интересное там появилось. Какие-то изменения есть. Температура воздуха. Ну, у нас, сразу говорю, солнца нет. И температура так себе. Просто очень жарко. 30 градусов почти. Посмотрим, как будет возле моря. Возле моря, соответственно, прохладнее. Потому что вода охлаждает. Водичка у нас тоже пока не знаю, сколько градусов. Ждите, все будет по порядку. Мы смотрим, что Эллада с правой стороны от нас открылась. Гаваномама уже тоже заработала. Это пока перекрыто временно. Здесь Бистро Бриз работает. Тут кого-то куда-то записывают. Мы вас тоже приглашаем на всякие дайвинга, джиппинг и яхтинга. Да-да-да. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Артур. Очень приятно с вами познакомиться. Потому что именно благодаря вашему каналу мы разобрались, когда лучше ехать, в какое время. И узнали, что погода будет наилучшим образом. Очень вас благодарю за ваш канал. Откуда вы? Мы из города Оренбурга. Я сейчас жду свою семью, свою супругу, своего сына. Как раз супруга нашла ваш канал. И мы с 1 июня следили за всем, что происходит везде. Нормально не мешает пасмурная дождливая погода? Вообще не мешает. Водоросли тоже не мешают. Они наоборот ушли. Ушли, нет, да? Мы вчера были, водорослей вообще не было. Все, я вас понял. А где отдыхаете еще? Скажите, пожалуйста. Мира 125, а отель Маргарита. И как вам там и цена почем? Ну, от 1000 до 2 номер, то есть со всеми удобствами. У нас трехместный, соответственно, номер ребенок, нас двое. Единственное, что мы посмотрели по поводу центра, чтобы прямо на берегу в следующем году уже снять, чтобы долго не ходить. Бассейн у вас есть? Бассейн, маленький детский бассейн, да, такой. Я понял, для галочки он называется. Да, ну дети в нем играют с удовольствием, то есть много соседей с детьми. Еще вопрос, где кушаете? В отеле завтрак-обед, ужин готовим сами. Есть возможность готовить. За эту сумму еще завтрак-обед. Да, 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 завтрак-обед, то есть всем. Утром каша, днем салат плюс первое. Я понял. Все, благодарю вас, хороший отдых, спасибо, что подошли. Благодарю вас за ваш канал. Вашей жене спасибо за то, что до славына. Спасибо от души. А, кстати, завтра, завтра подписчики, приходите завтра на день рождения. Если бокал шампанского хотите, приходите завтра. Здравствуйте. Вот в пароходе, я сейчас туда иду, буду показывать. Ясно. Все, смотрите. Привет, огромнейший. Мы к вам зайдем обязательно со швыки на свадьбу. Хорошо. Обязательно. Так, все, двигаемся дальше. Это парень, который собирает у нас денежку на, как он там называет, на свадьбу. Если кто-то его знал, как-то раз попрали, мы прогуливали все. Ивал, здравствуйте. Тоже подписчики? Ручка хотя бы помашите. Да? Да. В Перми. В Перми хорошо отдыха. Почему здесь сидите? Кого ждете? Какая экскурсия? В Фари-парк. В Фари-парк это в Геленджике. Ну, там достойно. Мне понравилось, по-самому деле. То есть, главное, ходите, меньше фотографируйтесь, больше смотрите. А то я из-за камеры мало чего увидел. Хорошего вам отдыха. Пока-пока. Так, Юра достал камеру и пошло-поехал со всех сторон. Разгон. Юра здесь, Юра, да? Здравствуйте. Я просто... Здравствуй, Димарь. Как дела? Привет! Как оно у вас? В этом году работа идет потихонечку. Видишь? Это мой конкурент. Вася, Вася, иди отсюда. Не мешай. Нормально? Я что? Я снимаю погоду видео. Я с тобой поболтать не смогу. Хорошая работа. Я побежал дальше. Так, двигаемся. Потихонечку. Смотрим по сторонам. Только зашли на параллель. Мои подписчики немножечко начали искать. Юрец, вот ты со всеми не хочешь разговаривать. Постоянно куда-то спешишь там и так далее. Никто не думает, на самом деле, что я здесь живу. Что мне надо сейчас работать. Работа вроде бы... Тьфу-тьфу-тьфу. Немножечко пошла. И сегодня, можно сказать, первый хороший рабочий день. И в 4 часа я уже должен фотографировать на пляже. Но это на самом деле не важно. Надо со всеми остаться пообщаться. Не важно, что там вечерние тюре проходят. Вот где встретил, там бросаю все и начинаю разговаривать. Друзья, прошу немножечко тоже ко мне проявить небольшое уважение. Просто мы живем здесь. Нам надо немножко работать. Я для вас специально для встреч провожу вечерние эфиры. Сейчас они станут более-менее регулярными, постоянными. Просто футбол идет и хочется смотреть еще футбол. Тоже живой человек. Кафешки ничего рекламируют, показывать пока не буду. Посмотрим по сторонам. Кафе Любовь. Не знаю, как там. Вот комплексный обед 160 рублей у них написано. Здесь везде шашлычки. И так далее. И мы приходим в кафе Пароход. Зайдем сейчас наверх. Посмотрим обзор. Там может быть, кстати, ветрено. А у нас, видите, она сверху находится. И поэтому берите с собой что-нибудь для детей. Если с детьми придете, чтобы можно было ссориться. Так. Это супруга, которая меня зашла, да? Да, которая я нашла. Представьтесь, я уже все ваше обзор. Меня зовут Ольга. Я из Оренбурга. Мы из Оренбурга все. Как зовут Кашаши? Артем. Вот Ольга с Артемом из Бужа. Будет сейчас Артуром. О, все почти на Атем. Ольга, приглашаем вас завтра. Вот здесь, вот на третьем этаже. Будет день рождения у нас праздноваться. Будем рады. Вашего канала? Да. В мое и вашего канала. Придем. Все, я там подъезжал. В 22.00. Хорошо. Я думаю, вы это видео посмотрите, все увидите. Пока-пока. Хорошего отдыха. Что, проводишь нас туда личную экскурсию? Пойдем посмотрим. Второй этаж, потом да, спустимся. Показать хочешь еще второй этаж? Я думаю, завтра. Тут куда-то на второй этаж не сядет. Так, мы идем сюда. Влево-вправо, я уже смотрелся на второй этаж. Здесь открываются, кстати, вот сверху самые такие впечатляющие виды. Главное, чтобы нас дождем не накрыло, но если что, под зонтиками спрятимся. А еще большой такой вопрос, как здесь будет с интернетом. Нормально, да? Не смогу сейчас посмотреть. Ну, не суть. То есть музыка даже если что есть, кто-то заходит. О, отлично! Я думаю, здесь мы где-нибудь поставим столик. В общем, глядите. У вас тут и бар уже, да, есть. Пиво наливаете. Все, отлично. В среду уже завезут спиртное. Все, как-то. Все, потихонечку, потихонечку запускаете. Спиртное, в принципе, могут привезти с собой. А, то есть покушать, у вас заказать. Если хотят выпить, то спиртное с собой. Это вообще отличные даже условия. Видимо, видите, ветерок. Поэтому видеть его не угадаешь с погодой. Здесь вот такой вот шикарный вид. На параллель. Здесь, видите, закрыли как бы. Такой вот, если будете сидеть, вас не будет как бы сдувать. И плюс страховка для детей. Ну, показываю. Проверим банда и вас, так сказать, этот третий этаж. Пошли-то, побыстрее. Вот забежим, покажем второй этаж у вас. Так, в общем, здесь завтра в 22.00 мы вас ждем. Всех, кто как бы изъявит желание, приходите. Так. И давайте покажем. Мы вот здесь, где отмечали, получается, день рождения Рустема. На втором этаже сидели. Ребята здесь снизу пели. Интересные такие песенки. А вот здесь вот второй этаж. Вот такое вот место. Где можно посидеть уютно, красиво. Тихо. Вот тут столы составляли. И веселились, так сказать, до упада. Так что, кафе Пароход ждет вас не только на день рождения канала. Все, в общем, до завтра. Ждем, ждем вас. Увидимся. Юра Азаровский меня зовут. Все, поехали. Смотрим по сторонам. Дальше двигаемся по параллели. В общем, в этом месте, я надеюсь, вы не забудете, специально для вас снял проход, куда идти, как идти, все рассказал. И буду рад видеть всех. На бокал шампанского и немножко фруктов. Я не знаю, что там Виктория нам с фруктов приготовит. Она посчитала там фуршет. Закусить, сказал бы, делать что-то типа конопащик. В общем, мы все это тоже увидим. Надеюсь, что будет интересно. Главное, чтобы все успеть. Я вот честно, нереально волнуюсь. Сегодня с утра проснулся в 6 утра. Еще до сих пор ничего не ел, не пил. Сейчас снимаю погодное видео. И быстро-быстро домой надо получить энергию от еды. Смотрим. Я помню всегда о своих первых подписчиках. Меридианчик для вас. Пойдем. Вы можете сами все видеть. Я не иду, не комментирую. Вчера сняли видос о том, что... Смотрите, какая классная тема. Динозавров вообще прям оживили. Очень классно, интересно смотрится. В общем, вчера снял видосик, как ехал с Крыма. И увидел, что с Крыма людей едет больше, чем в Анапе. Мне говорили, нет, это как бы не так на самом деле. Ну, я не знаю. Вы сами все видите. Мы идем в обед, когда людей уже гораздо меньше на параллели. Когда я здесь работал, точка стояла. Мы в это время уже все уходили с параллели. Так. Здесь, кстати, любимый торговцы овощами. А давайте зайдем к ним, как всегда. Просто хотя бы огурцы, помидоры спросим. Для чего и почему продают. Не убегай, пожалуйста. Пожалуйста, стой, две секунды. Нам по ценам надо опять узнать, что подорожало, что подешевело. Здравствуйте. Помидоры просто. Сто и воль. Ух ты, это сто такие большие. Ачи. Местные помидоры. Этот арбуз. 50 рублей килограмм. Черешня. Черешня 120-150. 121-150. 150 покрупнее. Покрупнее. Мои любимые нету красным с желтым бочком. Нет, у меня не было кончилось. Уже все отошло, да, наверное? Не успел в этом году нормальное поесть. Клубника почем? Клубничка 200 рублей килограмм. Килограмм 200 рублей. Клубничка. О, здесь у вас появился более красивый. А ну почем виноград? Виноград по 70 рублей. Дальше, пошли. Яблоки. Яблочки 120 рублей. Лимон 40 рублей штучки. 40 рублей штучки. 50, 50, 50, 100, 40, 250. 250. Ага, все, благодарю. Хорошей работы. До свидания. От души. Вот я честно, не знаю, просто подошел один раз к людям. Люди от души сделали, как бы рассказали по ценам, когда все кричали, что нет, не хочу, не буду, не показываю. И так далее, и тому подобное. И вот я теперь постоянно к ним подхожу. И можете быть в курсе цен на фрукты, овощи именно на этой точке. Так, теперь интересно, сколько градусов. У нас, кстати, видите, солнышко по тени. Можно обратить внимание, что появляется. Температура воздуха, чем ближе к море, тем прохладнее. 28,2. То есть, если вы будете жить дальше в губне поселка, то сможете прожариваться гораздо сильнее. Ух, сколько же людей. Показываю. Все уже запустилось абсолютно. Все работает. Я не знаю, это бич прям какой-то. Вот эти аквариумы с рыбками. Самый лучший этот... Как он называется? Бизнес. Столовая номер один. И что, не только номер один. Видите, он штук пять знаю. А если брать сейчас Анапа, наверное, штук тридцать. И все номер один. Фермерская столовая номер 57. Рваные паруса. О, как они себя в этом году показывают. Там, наверное, из домашних продуктов, я так понимаю. Либо готовят. Здесь я смотрю, что устанавливают разделитель, чтобы не парковали машины, потому что паркуются, и потом проехать затруднительно. И врыв просто в кипящую жизнь. Наконец-то мы видим, как здесь из моря... Или нет, не из моря. С моря двигается море людей. Я тоже хочу пиццу. Подожди, дорогой мой. Хе-хе-хе. Здравствуйте, какие люди? Как оно ваше? Ты скажи, там, вы связались с человеком, который вчера победил? Нет еще. Нет еще? Ты спал? Ты вчера много раз мне звонил. Что ты хотел? Я не знал, кто победитель, я хотел уточнить, кто победитель. Ага, то есть видео посмотреть эфир. А, ну, я помню, ты раньше звонил, ты просто не знал, что у нас эфир просто позже запускается. Как она работа? Гаванамана, что там? Гавана открыта, открыта. Я вчера ездил в Крым, в Крыму еду, смотрю, короче, с Крыма люди валят в нашу сторону. Сюда. А потому что там все дорого. Просто вот реально. Сладись в море людей вообще. Еще погодка сейчас... В прошлом году столько не было, скажи же. Я знаю, да. Да, да. Сейчас погодка еще наладится и будет все суп. Супер. Вот тут вытирай. Я пиво выпил. От разговора. Ты балчу, какое пиво, ты работаешь, ты что? Нет, жарко просто, душно. Температура 28,9 без солнца. Представь, а если солнце было? Вообще печально было. Давай, хорошую работу, на обратке увидимся. Все, так, двигаемся дальше. Рустема устретили. Будете проходить мимо, здоровайтесь обязательно. Парень работает тоже, а души с Крыма приезжает к нам. Моя любимая, кстати, фотография. Не в том смысле, то есть она, эта поза практически нереально повторение. Ну, попробуйте сами, посмотрите, что будет получаться. То есть, только модели, модели, там, еще раз модели. Но смотрится эффектно. Много раз пытался даже таких встроенных девочек поставить. И, наверное, только процентов 30 получается сделать. Поэтому я от нее отказался вовсе. Даже пытаться не хочется. Пицца роллы Буратино столовая. Заработала. Кстати, я Китайку прошел. Китайка тоже уже функционирует. Я же говорю, вот здесь столовая так и не распечаталась. Наверное, слишком много хотели за аренду. В итоге осталось пока закрыто. Но, может быть, дальше откроется. Посмотрим. Мы сейчас протестируем еще одну точку по фруктам. В прошлый раз, когда подходили ребята, были против, чтобы я там снимал. А потом я как-то мимо прогуливался. Говорят, подходи, снимай, показывай. Хорошо, подойдем, снимем, покажем. Передумали. Это, на самом деле, поощрение к тому, что все-таки люди видят, как надо работать и относиться к людям. Показываю здесь. Ценников, к сожалению, не вижу. Но людей кушать здесь тоже предостаточно. Представьте, что если все сейчас станут из столовых еще и пойдут просто по параллели. Сколько здесь вообще нельзя будет пройти. В этом году, смотрите, нововведение, свободный проход. То есть, нарисовали белую линию, за нее никто не вылазит. Благодарю того человека, кто это смог сделать. Надеюсь, что это будет не только первый месяц, пока у нас сборная Дании, а уже на весь сезон. Кафе Ильос тоже люди имеются. К сожалению, в этом году там другие организаторы. И мы их, в принципе, не знаем. И они нас знать тоже особо не хотят. Поэтому мы двигаемся потихонечку дальше. Ну что, смотрим. Точка функционирует. И по подходу хорошо функционирует. Добрый день, добрый день, добрый день, добрый день. Добрый день. Хотели, чтобы пришли, поснимали. Рассказываете. Просили, говорят, приходите, поснимайте нас. По ценам расскажете. Цены очень хорошие, цены у нас. Только погромче. Вот начнется клубники, что по чам. Клубники 160 рублей. 160 килограмм, да? Да. Поехали дальше. Персики, сливы, груши. Слива 120. Груша. 160 рублей. 160. Виноград красный. Виноград 150. 150. Яблоко. Яблоко 110. Мушмуа, или как оно правильно. 270. Тот персик. Персик 120. 120. Нектарин. 160. Черешня. 120. И жирделя. 130. Это абрикос. Абрикос армянский, да. И помидоры, огурцы почем? 80-40. 80-40. И арбуз. Да, арбуз. 45 рублей. 45 рублей килограмм. Все? От души благодарю. Хорошая работа. Чуть не сбил мальчика. Вот, видите, все меняется, когда люди приезжают и начинают благодарить. Здравствуйте. Завтра. Еще рано. Здравствуйте. Здравствуйте. Тоже подписчики? Да. Город. Каминск-Уральск. Как у вас там сейчас температура? Секундочку. Здравствуйте. Ладно, у хорошего отдыха. Еще подписчики со всех сторон. Здравствуйте. Ну и на вас тоже подписаны по вашим отзывам. Сюда приехали, да? Как зовут, расскажите? Меня зовут Алексей. Маргарита. Здравствуйте. Как тебя зовут, красавица? Рита. Рита? Рита. Просто без моргов. Здравствуйте. Тебя как зовут? Артем. Артем и мама? Елена. Город какой у вас? Москва. Поближе, пожалуйста, Елена не вылазит. Если вот так, то так можно. Ура, Москве, привет. Маргарита, все, всех вижу. Где отдыхаете? Мы отдыхаем в Короне. Корона, это на Южном проспекте. Как там ценник, что, почем? Ну, у нас там получилось до 20-го числа один ценник. Ну, озвучивайте. Сколько там получается? 2-800 на четверых, да? После 20-го? 3-200. 3-200. Что вам за это предоставляют, то есть за эти деньги? Ну, питание туда не входит, туда входит только проживание. Номер балконом, да, убирают, кондиционер, телевизор, холодильник. Ну, в принципе, нормально. Кухня у них есть или у них столовая? У них столовая везут. То есть, готовить сами не можете, только у них покупать. А где питайтесь? У них же. Сколько выходит вот вам на четверых, вот такую большую семью покупают? На четверых у нас выходит, в принципе, хорошо поесть, 800 рублей. В принципе, что завтрак, что обед, что ужин. Все, понял. То есть, у вас получается где-то в районе, наверное, 4-5 тысяч в день примерно, да? То есть, с отдыхом... Нет, на четверых 800 рублей. Ну, я говорю, обед, завтрак и ужин, правильно? Да. Около 5-4 тысяч. А, так, подождите. Не на человека, на 4-4 тысяч. Я понял. Ну, вот вы на причине на завтрак 800? Обед, 800. Я имею ввиду с проживанием вместе. Вот, например, все. Вот, чтобы вы поняли. То есть, в районе 5 тысяч, то есть, в день у нас... Просто уходят на семью, то есть, на отдых. Вот, как бы. Куда ходили, где ездили, что видели? Мы пока второй день. Мы вчера приехали только. А что, я просто смотрю, уже глазки подзагорели. Так неплохо. Ну, так не загорелось много. Мы уже в Москву приехали. А, все, тогда понятно. Где-то солнце. Ладно, я вам желаю хорошего отдыха. Побежала дальше. Приходите завтра у нас, день рождения канала. Бокал шампанского, немножко фруктов. Будем рады. А где вас? В это видео посмотрите, там все рассказано. Все, до свидания. Все, двигаемся. Потихонечку дальше. В общем, тяжело дойти. Я еще просто слышал строну. Вон Юра пошел, он Юра пошел. Многие меня даже не останавливают. Вот в эту столовую Светлана охвалила в прошлом году. Надо было тоже сходить покушать как-нибудь. Но сейчас у нас еще и мама дома. Так что пока столовая, наверное, временно отменяется. И плюс сейчас главное денег заработать на день рождения, а потом еще долги отдам. Так что все хорошо будет, я думаю. Девушка, чем угощаете? Это первый столовый шел для самых маленьких. А я что, маленький? Совершенно бесплатный. А что надо сделать? Получается, вы заполняете очень короткую панкету, введя свою почту. А, то есть мне почта придет или что? Ну, то есть вам получается спамом минимальное количество приходит. И вы можете сразу отписаться. Ага. Ну, подожди, мне сейчас надо подтверждить? Вам не надо ничего подтверждать. А, ну давай, вводи почту, я сейчас буду... Можете сам ввести, пожалуйста? Ну, ты не поверишь, какая у меня звездская почта. Ладно, у меня английский. А где, 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 где? Цифр эта, нижняя, все вижу. Откуда у них есть моя почта, уже? И что дальше? Все? Так. С детьми до 6... Так, сейчас... У меня есть и до 6... И брали 3 email, скорее всего. Все абсолютно верно. Не знаю. Это mail, mail, скажем, мыло, все правильно. Да, получилось. Да, что ты говорю? У вас есть дети до 6 лет? Хорошо, вы можете приходить с ними в наш шатер. А где ваш шатер? Это, получается, вы проходите в пляж, там будет сразу видно большой голубой шатер. И что там можно? Там, получается, ваши дети раскрасят динозаврика, и он и живет. А перед этим шатером есть детская развивающая площадка. Ну давай, что там вообще. И вот, на этом браслете записывается время посещения шатера. Бесплатная, типа? Это все бесплатно. Все, спасибо, пошел я яблоко. Спасибо вам, за счастье. От души. Мыло даже не свое записал, так что спам получать не буду. Мое не приняли, потому что у меня есть в мыле нижнее подчеркивание. И вот я могу пойти посетить еще, короче. Шатер, я почему остановился? Я очень люблю такие вот вещи. Здесь очень часто проходят у нас на паралит такие акции. Очень часто их устраивают всякие там барни, не барни. Сейчас мы какого-нибудь ребенка, если подписчиков встретим, угостим вот этим яблочным пюре. Может быть зайдет. Если не встретим, угостим свету. Вы как солнце. Все, солнце вылезло. Сейчас будет огонь, друзья. Просто я уже чувствую, у меня очки нагреваются. Вот эти сколько людей. Жесть, жесть, жесть. Все кипит, все шуршит. Паралия ожила. Радости и счастья просто нет предела. Я вам вот говорил, смотрите, 33 сразу же. Просто сходу. Просто выглянуло солнышко. Ну, где вы мои подписчики с маленькими детками? Хочу вам подарить Агушу. Честно, заработанную за 5 секунд. То есть паралия, место, где и халява ходит рядом. Посмотрите, ну вот единственное, в эту столу нам пока не довелось попасть. Но как-нибудь попадем. Шашлык 80, шашлык крылья 60. Там видим такие. Здесь рыба, не рыба. Мы обзорчик по ценам делали. Здесь просто бешеный выбор этой рыбы. Специи, шмецы. Все, что хочешь с этой стороны. Наливайка. Ну, по-моему, не функционирует. Потому что никого там не лежится. Нету. В этом году очень жестко с алкоголем в районе пляжа. Потому что мэр запретил. Здесь смотрим. Огромная куча квадроциклов. И также музыка играет. Здесь детская комната. Батутный центр меня просили. В общем, кстати, еще одна девушка с Агутом. А вот он, кстати, шатер Агуша. Куда можно прийти, раскрасить динозаврика. И он оживет. Классно, на самом деле. Придумано. И смотрите, с этой стороны поставили как бы эти движения. Очень-таки интересно. Вот то, что запрещено у нас в городе-курорте. Она поставить стенды. Мы видим, что он стоит. Абсолютно никому не мешает. И администрация проходит мимо. Как говорится, вот так и живем. Много чего интересного в этом году происходит. Прям очень весело. Так. Мы подходим все ближе и ближе к морю. От этого людей становится все больше и больше и больше. Здесь в магазине магазин. Видим тату. Также функционирует счастливая девушка. Запечатлим. Может кто-то уже с ней сталкивался. Будьте аккуратны. Повторяюсь еще раз. При изготовлении тату всегда уточняйте конечную стоимость. Здесь, я так понимаю, вот этим экскаватором можно покопать. Что-то раскопать. Это для деток, наверное, какое-то такое веселое представление. Дальше видим бары восстанавливают. Интересно. Там будут пить только прохладительные напитки. Вот под теми шатрами. И только мороженое там будет. Тоже такой вопрос. Но пока вот честно таких-то, каких-то жестких нарушений не вижу. Вот вижу там впереди мороженое. Мне уже подписчики написали в канале, говорят, деградируешь, Юра, выступаешь против распития спиртных напитков на пляже. Во-первых, смотрите, я свою точку зрения характеризую. Я против. Почему? Потому что при распитии спиртных напитков вы играете с судьбой. То есть море не прощает ошибок, а тем более, как бы какой-то расслабленности. Утонуть можно и в чайной ложечке, а здесь целое море. Так что это в первую очередь, как бы, о вас забота. Второе. Посмотрите, какая простор. Вот здесь люди пришли, возьму сухи, курят. Молодцы. Можно же, когда хотят, сделать как бы все хорошо. Песок пока чистый. Второе. Когда вы распиваете там из пакета, то, господи, пейте сколько хотите. Это ваша жизнь. Рискуйте это. Еще раз говорю. Ваше дело. Но когда вы сидите просто с бутылочки, знаете, так глотая, ребенок смотрит на вас, видит, что дядя испытывает какое-то там чувство счастья, удовлетворенности от этого пива и начинает пить уже в 14-13, то и в 10 лет. Сколько людей. Я в шоке. Поэтому можете просто засунуть в пакет свое пиво, пейте сколько хотите. Вот тоже возле мусорки люди курят. Никаких претензий. Морские прогулки. То есть сюда можно выйти, прокатиться на теплоходе. 150 рублей. Зона отдыха Пирс называется. Фото. Загар. Лежаки. Рыбалка. 300 метров. Удовольствие так называется. Вот это. Все, показываю. С левой стороны. Центральный пляж. Обратите внимание. Просто сколько там людей. Горок никаких нет. Вот это выглядит гораздо круче, чем в прошлом году, когда было все полностью застроено. Вот эти вот тети, которые бесят приходящие на пляж, и многие со мной согласились. В общем, в этом году плюс у нас мэрия города запретила продажу алкогольных напитков на пляже везде. То есть если вы где-то видите, продают алкоголь, пишите, покажем их. И все обязательно как бы случится, их закроют. Я думаю, мы пойдем в левую сторону, потому что мне туда хотя бы просто ближе будет в сторону дома. И посмотрим, что там предлагают как бы наши курорты для отдыха. Мы видим, что здесь сделали один узенький просто заход для людей. Потом увидим, типа техническую зону отгородили, огромнейшую с катерами. И прял, что не хотел к ней идти. Жесть, жесть просто. Так, здесь видим, есть водоросли немножечко. Есть мусор на пляже. Носок кто-то потерял. Подписчиков пока не встречаю. А гущу пока не отдаю. Смотрим. Вон, у ребенка сидит с пакетом рядом. Так, температура воздуха 32. Пойдем посмотрим температуру воды. Вода, видите, чуть водоросли. Я захожу прямо в техническую зону. Я просто смотрю, она как-то шире даже для людей под пирсом. Купайтесь не хочу, да. А техническая зона шире, чем место для людей, для купания. И мы сейчас с вами будем глядеть по сторонам. И наслаждаться тем, что там порой сходит. Вам предлагаю наливать свои любимые напитки. Я зашел по колено. Прямо под самые шорты. Дальше глубже не пойду. И мы сейчас узнаем температуру воды. Дальше глубже не пойду. Возьмите. Убегайте. Здравствуйте. А это что такое? Камера просто снимает? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok